Гюрджан Каскад, Цанка Цацхаме Матуцун, Мерок Тіне. Мероприятий и теплый прием. Президент России Владимир Путин на юбилейном саммите в мае в Москве отметил, что Евразийский союз сегодня это эффективная и динамичная интеграционная структура на фоне замедления мировой экономики, продовольствия нелегитимного внешнего давления. Наш союз расширяется, повышает свои ключевые макроэкономические индикаторы, об этом сказали выступающие коллеги до меня. За первые шесть месяцев текущего года его воловой внутренний продукт прибавил 4,5% и этого удалось достичь во многом благодаря имеющимся внутрисоюзным факторам роста, высокой инвестиционной активностью и потребительскому спросу. В результате с января по июнь промышленное производство увеличилось на 4,8%, выпуск сельхозтоваров на 3,5%, а объем выполненных строительных работ на 4%. Оборот розничной коммерции практически на 8,5%. Внутренний рынок союза становится все более значимым для государственных членов. За первую половину текущего года взаимная торговля в пятерке выросла на 5,7%, а доля национальных валют в расчетах сейчас составляет порядка 90%. Ориентиры на будущее поставили наши лидеры, они определили это, утвердив декларацию о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках союза Евразийский экономический путь. И мы вместе с вами, уважаемые коллеги, уже приступили к формированию плана мероприятий по ее безусловному выполнению. Теперь о сферах взаимодействия, которые считаем приоритетами. Ну и в первую очередь, соглашусь с Романом Александровичем, с коллегами, к ним относится укрепление нашего технологического и промышленного суверенитета. В прошлом году в ходе российского председательства мы приняли решение о запуске наднационального механизма поддержки кооперационных инициатив в сфере промышленности. Отобрали представленные проекты в критически значимых отраслях и, конечно, ожидаем, что в скором времени первый получит финансированный на льготных условиях. Стоит подумать также о создании в Союзе инструментария грантовой поддержки совместных научно-исследовательских и конструкторских работ, выполняемых именно коллективами новаторов из стран-членов Союза. И важно также продолжать полноформатное промышленное сотрудничество в рамках Евразийского экономического Союза в целом. Еще одной важной задачей является создание единого транспортного пространства, развитие международных логистических коридоров, формирование соответствующей инфраструктуры. Как отметил президент России Владимир Путин, в полной мере это отвечает современным экономическим реальным. Ну и на это и настроена наша дорожная карта по реализации транспортной политики стран-пятерки. Вместе с тем особое внимание надо уделить цифровизации отрасли, внедрению передовых технологий. Сегодня мы подробно об этом говорили на форуме, чтобы значительно увеличить пропускную способность действующих маршрутов, соответственно объемы грузопотоков, наладить бесшовные перевозки, в чем заинтересованы предприниматели наших стран и бизнес. В приоритете также укрепление продовольственной безопасности у жителей стран-пятерки должен быть доступ к качественному, здоровому, разнообразному питанию. И одним из преимуществ Союза является как раз высокий уровень самовеспеченности основными продуктами. Но нужно, конечно, продолжать работать над продовольственной безопасностью, над семеноводством, генетикой и другими важными направлениями работы. И в дальнейшем, мне кажется, вообще в работе необходимо учитывать специализацию и возможности производства всех участников Евразийского экономического союза. У нас есть хороший опыт, я имею в виду в первую очередь согласование наших взаимных индикативных балансов взаимной торговли по ключевым видам продовольствия. Россия выступает за то, чтобы последовательно расширять перечень товаров, по которым составляют балансы, ну и, конечно, за закрепление этого механизма в общем союзном праве. Таким образом, наши предприятия получат уверенность в том, что их предложения будут подкреплены соответствующим спросом на региональном рынке, а производства не окажутся оторванными от ключевых ресурсов, которые поставляются ближайшими партнерами. Уважаемые коллеги, сфер нашей практической кооперации становится все больше, при этом Евразийский экономический союз остается открытым для тех, кто разделяет наши ценности и готов к взаимовыгодному, равноправному партнерству. У нас продолжается плодотворное взаимодействие пятерки с Китаем, реализуются соглашения о свободной торговле с Ираном, с Вьетнамом, Сербией. В текущем году проведены переговоры с Монголией по заключению временного соглашения торгового, прорабатываются у нас договоренности с Арабскими Эмиратами, с Индонезией. Налажен активный диалог с региональными объединениями, прежде всего это ШОС и ОСИАН, и, конечно, необходимо усилить сотрудничество и с другими организациями. Уверен, все это станет способствовать повышению роли Евразийского экономического союза на международной арене, поможет продвижение также инициативы главы российского государства Владимира Путина по формированию большого евразийского партнерства. Дорогие друзья, мы вместе работаем, чтобы в полной мере реализовать потенциал каждого участника интеграции, создать возможности для экономического роста и обеспечить основные свободы движения товаров, услуг, финансов и человеческого капитала, ну а самое главное, улучшить благосостояние наших граждан. Уверен, что нам это удастся. Спасибо за внимание. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok